Депутаты городской думы продолжают рабочие поездки по социальным объектам, которые находятся в стадии строительства или капитального ремонта. Первыми народные избранники посетили школу номер 8, детский сад «Сказка» и детское отделение больницы. Затем рабочая группа побывала на строительстве двух дошкольных образовательных учреждений – «Снежинка» и «Ромашка». Подробнее в следующем материале. Детский сад «Снежинка». Его строительство началось в начале 2011 года. Окончательные сроки сдачи объекта, которые изначально были поставлены перестроителями, декабрь 2013 года. Но даже на первый взгляд можно увидеть, что к концу года детский сад не откроется. Реальный, мне кажется, срок ввода в эксплуатацию этого объекта, в лучшем случае, это 14-й год. Это очень реальный срок, с учетом комплектации, я думаю, да. Возможно, что в этом году, с началом нового отопительного сезона, «Снежинка» только будет подключена к теплу, а все работы будут завершены уже в следующем году. Современное строительство предполагает и современное оснащение детского сада оборудованием, мебелью и даже иную наполняемость групп. Здесь вот, на сегодняшней площадке, мы видим, что этот детский сад в ближайшем будущем не будет сдан. И основной упор все-таки нужно будет сделать это на детский сад «Ромашка», который планируется, планируется, вот мы хотим сегодня убедиться, это действительно так или нет, сдаться к началу нового отопительного сезона. Ну и включиться в этот процесс депутатам, если нужно, значит, выходить на какие-то структуры для того, чтобы ускорить или чтобы состоялся именно ввод в эксплуатацию этого детского сада к началу учебного года. Несмотря на то, что заказчиком строительства этих объектов муниципалитет не является, контролируют стройку представителей городской власти и народные избранники регулярно. Работаем не только с подрядной организацией, но и с заказчиком по активизации этого процесса. То есть, в том числе, и пытаемся, если мы видим, что малое финансирование по этому объекту, мы пытаемся выходить на департамент строительства, на окружные власти с целью увеличения объемов финансирования. Ну, нам очень нужен этот объект. Поэтому мы делаем все, чтобы он строился и активно. Если говорить о «Ромашке», то здесь нарушений сроков сдачи депутаты не увидели. На этот детский сад представители власти, депутаты и Управление образования возлагают большие надежды. С открытием всех дошкольных учреждений, в том числе и «Ромашки», в очереди на детские сады останутся только дети до одного года, рассказывает главный специалист Управления образования Татьяна Лазовицкая. А посетителями нового детского сада станут 300 мальчишек и девчонок. В их числе будут и самые маленькие лоботнанцы. Мы провели вот анализ детальный. Если у нас откроются два этих дошкольных организаций, то у нас, в принципе, появится возможность даже открыть одну-две группы из двух месяцев. То есть мы будем полностью закон об образовании Российской Федерации выполнять. Но с года будут определены дети все. Открыться «Ромашка», в отличие от «Снежинки», должна к юбилею города. И это событие станет настоящим подарком к 145-летию семилиственниц. Татьяна Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».